добрый вечер день и утро что у вас там ребята ну что подведем итоги января сегодня 31 число и я сейчас коротко расскажу о том что было о том что будет что там вообще планируется не планируется но немножко поговорим на отвлеченные темы давайте наверное сначала по главным главное новое заключается в том что мы собрали средства на элден ринг все он 28 февраля по моему и точнее 25 февраля он выйдет и сразу пойдут ролики я надеюсь никаких проблем не будет этого не хотелось бы повторения ситуации как в случае с tales of a rise призрак цусима помните да прям на релизе внезапно что-то происходило на ютюбе и мои ролики переставали обрабатываться видимо это совпадение конечно же причем проблема длилась там несколько недель насколько я помню и это но выглядело реально очень странно прям даже печально как-то из-за этого там прохождение не собрали столько просмотров сколько они могли бы собрать потому что ну грубо говоря они не доходили вовремя до зрителей и зрители решали смотреть эти прохождения у других авторов на ютюбе поэтому печально все это случилось и не хотелось бы повторения подобного кроме того дайлайт который выходит 4 февраля я делать не буду потому что мы тупо не успеем собрать деньги это раз второй момент потому что есть большие сомнения в третьем у меня сейчас все забито ну в плане графика даем и я и просто не буду успевать его делать так что либо мы это отложим на потом либо вообще забьем навсегда так что посмотрим уже после релиза чё там вообще будет хороший ли сюжет хороший ли геймплей стоит и вообще это трогать если сольют пиратку то я сделаю мнение да там пройду начало посмотрим как она работает если нет ну то нет ребят просто не успеваем а касательно горизонта сразу хочу сказать что сейчас идут сборы на сайте бусте там можно поддержать данный проект если собираем до 18 числа необходимую сумму то само собой прохождение тоже появится и у нас будет два больших проекта horizon forbidden west и olden ring как раз таки феврале в конце февраля такие вот пироги так что в общем если хотите прохождение forbidden west то опять же ссылка в описании на бусте и там наглядный этот счетчик будет сколько собрали сколько нужно собрать так что опять если есть желание то принимайте участие если нет желания то и смысла мне это делать абсолютно нет никакого теперь мы поговорим немножко про то что у нас было в этом месяце да я прям на самом деле закидал вас роликами были видео как для открытого доступа так и для закрытого в общей сложности я выпустил аж 40 видео 40 в за этот месяц то и за 31 день только вдумайтесь вышло 40 видео до часть из этих роликов понятное дело были готовы еще в прошлом году потому что я две недели в этом месяце отдыхал но все равно очень нехилый результат вы знаете там за те же самые сколько за те же самые 15 дней я подготовил для вас знаете сколько видео 17 видео то есть за 15 дней я сделал для вас 17 роликов но давайте поподробнее даже больше даже больше подожди-ка я еще не учел 17 это плюс 3 это у нас 20 22 ролика за 15 дней ни хрена себе я тут что-то жгу на тормозить потому что что-то как-то я перегибаю палку давать по порядку у нас закончился вулфенштейн золт блаты дополнение в самостоятельное очень веселая и как бы ну финальный босс разочаровал но в целом было очень весело рекомендую посмотреть прохождение она тем более очень короткая также вышло несколько видео талса фарайса талса фарайс продолжат выходить и дальше прохождение будет длинная поэтому ребята будьте активны там час сюжет конечно набирает обороты такие твисты что там отвал башки просто вышли новые серии дэйл мэй край новая серия дэйл мэй край появится в среду если опять же ну ничего там не это самое не случится я выпустил несколько серий за 100 фас новая серия за 100 фас появится уже завтра так что не пропустите ребята также я в закрытом доступе выпустил первый сезон dragon age origins в этом месяце 10 серий доступность а точнее 11 серий доступны на сайте бусти и в этом месяце выйдет второй сезон и 10 серий так что ожидайте кроме того на пусть я запустил проекта и md который называется сокращенные игры моего детства у меня там просто довольно специфический игровой опыт я жил недалеко от японии и к нам попадали диски которые в принципе ну я имею виду игры даем которые не сдавались на западе были на японском и мы в них играли ряд проектов очень интересные необычные я рассказал про первую игру deception 3 dark delusion и и выпускали на западе но все равно это довольно специфическая игра известная очень узкому кругу людей на западе а так что опять же все это есть на бусте кроме того я выпустил мнение по dark souls у nightfall вышла демо версия потому что опять скажем модификацию перенесли и из-за чего ну пришлось смотреть только демку демка в целом понравилось вторую серию я сделаю наверное в конце этой недели ребята ожидайте кроме того в раннем доступе начал выходить the legend of dragon я этот проект выпущу потом для общего доступа просто там очень много работы и разрывы между сериями очень большие соответственно как только прохождение будет готова я начну выпускать его для основного канала это такое будет прямо ретро прохождение очень хорошей и необычной игры но опять же говорю работы еще много предстоит и а доступно это все пока что в дискорде в раннем доступе возможно потом открою доступ допустим да опять же ранний доступ дальше смотрите у нас в этом месяце планируется еще hitman 2 я планирую завершить основную сюжетную кампанию hitman а выпущу ну финальную миссию до компании на следующей неделе где-то вот в планах примерно так еще есть два dlc сюжетных но типа основная кампания будет завершена далее что будем делать смотрите я начал работу над не репликант и не гера репликант возможно тоже появится на следующей неделе там посмотрим другие концовки там новые сценки проект будет выходить очень редко сразу говорю он не в приоритете основная сюжетная кампания завершена это типа такие доп серии уже пойдут для тех кому интересно аудитория не репликант очень маленькая и я просто не могу огромное количество времени посвящать этому проекту он очень сложный там очень много текста очень много перевода и короче это слишком много времени ради сомнительной выгоды скажем так да потому что типа не соизмеримо меньше будет собирать всегда чем я туда буду вкладывать труда и просто как бы нецелесообразно столько времени вбухивать в данный проект но я его не закрывая ни в коем случае мне самому хочется узнать чем все кончится на серии будут очень редко так что имейте ввиду в опять же если все получится первая серия концовки b выйдет на следующей неделе опять же планируется элден ринг в этом месяце я уже говорил да и горизонт если мы на него соберем средства все это будет конечно же для открытого доступа не переживайте просто опять же как я уже говорил чтобы там вот люди там сильно не возбуждали что там что то есть проект это закрытого доступа там для открытого доступа ребят если бы не было закрытого доступа канал бы уже давно закрылся по сути он существует потому что есть люди которые поддерживают канал финансово и соответственно я их пытаюсь поощрять чтобы они продолжали как бы ну поддерживать финансово и в итоге другие проекты появлялись на канале я лично считаю что открытом доступе полно отличных проектов которые интересно смотреть из эти проект существуют в первую очередь благодаря тем самым людям которые вкладываются финансово забыл что хотел вам рассказать еще видимо это придется делать в следующем подкасте потому что у нас что-то какие-то финансовые вопросы в последнее время обсуждается в подкастах вместо того чтобы поговорить про планы и про всякое такое в принципе планы я очертил у меня опять же говорю много сейчас проектов в работе и хотелось бы да сейчас пока я не буду ничего нового набирать я потому что знаю что eldon ring точно будет жрать все время игра гигантская там новости постоянно появляются я стараюсь все игнорировать чтобы было интереснее изучать но мир там по ходу будет просто нереально гигантский да там очень круто что нужно самому все изучать искать всяких там боссов секретных и тому подобное хотя ряд этих боссов оставляет желать лучшего но сам факт сам по себе процесс довольно увлекательный и я чую мы там залипнем блин до лета ибо ну если все есть там короче смотрите было недавно интервью где один из разработчиков сказал что на прохождение eldon ring ну типа если тупо перейти по сюжету уйдет 30 часов это только только идти по сюжету а если типа не идти по сюжету а стараться все еще исследовать чем я и буду заниматься то это наверное там все 100 часов уйдут в первое прохождение у меня такое ощущение там еще выкладывали карту и походу если я все правильно помню вроде только всего 16 процентов карты было доступно в бете 16 процентов еб твою за ногу а сколько мы изучали эти 16 процентов от и до по моему но у меня ушло ну в смысле если хотя нам было две беты слушать я даже не знаю по три часа каждый бета было ну получается вот 6 часов ушло на изучение полной этой локации возможно что-то мы там еще и нашли и возможно на релизе там что-то еще будет добавлено вот что самое интересное так что это конечно все очень интерес любопытно и насколько мы там залипнем но в любом случае будем надеяться на то что игра не разочарует что она не надоест очень быстро вот этого я сильно боюсь так как ну большинство игр в открытом мире они достаточно репетативно и ты по сути делаешь одно и то же пришел зачистил точки убил врагов пошел дальше зачистил точки пошел дальше где-то там возможно квесты выполнил но не всегда эти квест увлекательные интересные что будет в алден ринге но у нас будет карта без вопросиков мы сами будем конечно все это дело изучает но там опять же говорю качество данжей она не всегда хорошие это такое развитие именно идеи птумерских лабиринтов которые были в том же самом бладборне да но опять же мне кажется волдыне все это сделано поинтереснее потому что там локации по разнообразнее внешне но сам факт что у нас боссами являются обычные мобу которых раздута полоска хп вот этот мне не очень понравилось конечно я понимаю да что качественных боссов ты в таком количестве просто не сможешь сделать окей я понимаю да но блин как ты все фиг знает как в итоге возможно это просто надоест и мы будем ходить по этим подземельям и будем просто убивать мобов с полоски хп обычных и это уже будет типа не так увлекательно и интересно фиг его знать опять же я постараюсь все таки не завышать свои ожидания чтобы в итоге не быть жестоко разочарованным так вот в принципе это пока что еще и все что я хотел сказать я не буду сильно раздувать этот подкаст а так как мне еще работать мне надо завтра сделать еще за last of us нужно много времени потратить на devil my cry потому что там одна сеть запись может длиться и по четыре по пять часов так что ребята пока наверно такой коротенький подкаст я все никак не доберусь до кино музыки книг сериалов и тому подобное раньше я делал большие подкасты связанные с не только играми да но и другими видами искусства и я много чего посмотрел на выходных и много чего прочитал хотелось бы поделиться но чё-то опять же сильно раздувать подкаст не хочу но я хочу вернуться со временем а к подкастом вот такого вот скажите вам скажу образца да как раньше большие такие полутора часовые подкасты там на разные абсолютно темы и думаю что со временем я вернусь только нужно вылезти из этого бесконечного кранча ибо ну проекты вроде все заканчивается но никак не закончится появляются новые и как белка в колесе только один закончил проект пишу уже следующий короче надо за этого вырываться иначе ничем хорошим это не кончится я уже был просто в такой ситуации когда у меня а проекты чередовались постоянно я вроде вот сейчас вот работаю смотрите получается у нас сейчас что идет смотрите hitman tales of a rise не ер дал мой край застов ас dragon edge origins и сейчас the legend of dragon то есть 7 проектов я делаю именно вот прямо сейчас выпускаю там где-то в закрытой группе где-то в открытом доступе до 7 проектов плюс у меня еще есть ряд проектов которые делаются уже на будущее и вот вы представьте но это просто нужно из этой колеи вырываться самое оптимальное вообще количество проектов которые ну вот если делать чтобы не было такого что ты прям залипаешь на работе и вообще не отдыхаешь например на 4 проекта это очень удобно и вот это вот количество самое-самое топовое то есть ты их успеваешь в принципе всегда делать плюс ко всему ты еще успеваешь там где-то параллельно делать там один-два проекта на будущее да там где требуется перевод или озвучка еще что-нибудь и соответственно успеваешь отдыхать а тут просто ну нереально не продохнуть поэтому пока из этого не вылезу я отдыхать наверное не буду это скорее всего произойдет только в марте когда смогу нормально отдохнуть охереть сейчас думаю мне прям печально становится нормально так ну просто так совпало понимать чем вся проблема проблема то в чем заключается то что у нас сразу такие релизы на февраль elden ring и horizon то есть horizon окей даже если мы horizon от этого списка уберем то у нас остается элден ринг который гигантский да и как бы он будет его будут смотреть на канале потому что людям нравится контент а-ля dark souls у меня на канале соответственно нужно делать активно это все будет но и помимо элден ринга нужно не забывать и про другие проекты которые ну останутся я планирую закончить за 100 фаз до конца февраля планирую закончить дейл майкрай до конца февраля и хитмана до конца февраля я планирую это то есть это прям идеальный вариант то есть у нас останется tells of rights по сути ну для открытого доступа и будет элден ринг это типа в идеальных условиях короче сложно все это блин придумать как из этого выйти ну короче хер с ним разберусь не первый раз главное чтобы был контент интересный он стабильно выходил и все были счастливы и довольны это самое главное там уже покер отдохну когда-нибудь ладно ребята спасибо что смотрели в общем про планы вы поняли чё ждать чё не ждать чё надо делать что если хотите horizon получить и в общем то в принципе все стримы тоже продолжатся я постараюсь сделать стримы каждое воскресенье так что имейте ввиду следующий стрим по богу войны будет вот следующее воскресенье а на сегодня все всем спасибо всем пока а